Истории красноярцев в рубрике «Человек дня». У меня должна была бы уже быть карьера майора полиции. Ну, начинала я именно бухгалтером работать в милиции. Но это была вообще тоска зеленая просто. У меня был коллектив, все были гораздо старше меня, мне было на тот момент 20 лет. Ну, это было совершенно не мое. Я просто, не знаю, наверное, мучилась над отчетами. Но когда училась, еще будучи студенткой, я наращивала всем ногти, просто всему потоку. Всем очень нравилось. И вообще, когда я закончила институт, пришла домой и сказала, что экономистом и банковским работником я не буду. Я буду мастером маникюра. Ну, дома, конечно же, был скандал, потому что у меня в семье все бухгалтера, юристы, работают в полиции, учителя. И как бы вот я. Родители сказали, будешь бухгалтером, дальше поможем. Да, и еще мне я как бы должна была после экономического института поступить на юридический. Но почему-то должно было быть два высших образования, а не одно. Отец. Потому что он у меня в полиции служил, он добил своего успеха в службе. Я у него дочь одна, и он хотел, чтобы я пошла по его стопам. Переехала в Красноярск. Работала помощником руководителя в достаточно крупной компании. Но тоже, знаете, у меня... Моя жизнь протекала просто. Я видела времена года, они менялись только в окне. И просто вот настолько даже вот утром не хотелось... Я чувствовала себя вообще несчастным человеком, потому что я утром не хотела идти на работу. Домой возвращалась спать. И все. И потом у меня, наверное, что-то нашло. Как говорится, к 30 годам что-то меняется в организме. И я решила вспомнить свое прошлое хобби. Заниматься ногтями. Отец мне помог и оборудование закупить. И ездил со мной. Закупал, все контролировал. Еще немножечко, наверное, он ждет, когда я все-таки уже наиграюсь в кукольный домик. В своем кабинете я работаю уже полтора года. Кайф просто. Я не знаю. Я утром хочу идти на работу, вечером я просто счастливо возвращаюсь домой и получаю просто невероятное удовольствие от своей работы. И клиенты. Вы знаете, у меня нет ни вредных, ни капризных. Просто вот у меня с ними, со всеми прям приятельские отношения. То есть мы обсуждаем все, что только возможно. Ну, как-то да, наверное, все считают, мастер маникюра это что-то где-то внизу. Но, вы знаете, у меня вот есть как бы даже клиентки, которые просто даже после работы ко мне приходят, работают, которые на РЖД, на достаточно высоких должностях. Они приходят ко мне очень напряженные, злые. То есть, видимо, на работе просто нагреют настолько, что... И, вы знаете, я туда не хочу. Я не хочу ни на какие высокие должности. Я хочу быть здесь, в своем каком-то маленьком мерке, в маленьком пространстве. Ну, я бы, наверное, даже, знаете, так сказала, что вот именно в этой профессии какой-то я, наверное, счастливый человек, что ли. Ну, наверное, мое счастье, это все-таки никому не подчиняться. То есть я ощущаю себя свободным человеком, поэтому счастлива просто от этого всего. Что меня... Мне не нужно впрашиваться на детский утренник либо отвезти ребенка там по каким-то делам. То есть и меня это прям радует. Я просто кайфую от этого, что я когда хочу, тогда и ухожу с работы. У меня есть мечта. Я хочу приобрести дом и перевезти сюда поближе к себе родителей. Ну, к примеру, то есть они уже уйдут на пенсию, чтобы они рядышком были, потому что я как бы очень скучаю по ним, когда-то долго не увидимся.